Уважаемые депутаты, я буду вносить проект закона об изменении системы воспитания детей-сирот в детских домах. И хотя я строитель, проблема социального сиротства мне очень близка, потому что в 1995 году стоял тот же вопрос, что делать с детьми-сиротами. Не хватало детских домов, и в этих условиях всеобщего развала совет директоров предприятия, где я руководил, принял решение поместить в полупустой детский сад группу детей-сирот, создав для них приемлемые условия проживания. Но анализ, судя по выпускникам детских домов, нас ошарашил. После выпуска из детских домов до 90% выпускников попадали в тюрьмы, превращались в бомжей или кончали жить самоубийством. Мы стали искать причины этой трагедии. Оказалось, в программе детских домов воспитания нет задачи подготовки к самостоятельной жизни, нет профессиональной подготовки, нет патронажа над выпускниками детских домов. Мы старались создать систему подготовки выпускников в нашем детском доме, изучив опыт Антона Семеновича Макаренко, о ком сегодня говорил в их вступающей 125-летие, которую, я повторю, мы именно сегодня отмечаем. С той поры минуло почти 18 лет. Этот детский дом наш стал одним из лучших социальных учреждений России. Воспитанники его являются победителями всероссийских и региональных творческих и спортивных соревнований. Но не это главное в работе нашего детского дома. Главным итогом этих лет, я считаю, создание в детском доме системы подготовки наших ребят к самостоятельной жизни, в основе которой положен труд. Это и самообслуживание. Мы убрали технический персонал. Без этого мы бы не воспитали у наших ребят навыки по уборке помещений, самостоятельной стирке вещей и так далее. Это и труд на приусадебном участке. Здесь они научились выращивать овощи и фрукты. Это и производственный труд в период каникул на производственных объектах в качестве простых рабочих. Антон Семенович Макаренко говорил, только производственный труд, а не игра в него, сможет развить у воспитанников самые сильные качества его личности. Мы даем им и строительную специальность. Проходя практику в трудовом коллективе, воспитанники видят, как можно трудом заработать себе на жизнь без воровства и негатива. Это воспитывает гораздо лучше, чем поучительные беседы и лекции. Мы учим также детей вести домовое хозяйство. Для этого мы приобрели небольшой дом, в котором дети проходят практику самостоятельной жизни, но под присмотром воспитателей ведут домашнее хозяйство. К сожалению, все это считается нарушением существующих норм. Всевозможные контролирующие органы никогда бы не разрешили жить детям в таких домах, так как это нарушает массу инструкций и санпинов. Мы пошли на эти нарушения, так как без этой работы мы не смогли бы подготовить детей к самостоятельной жизни. Отбивались как могли. Парадокс. У нас нарушители из закона 100% детей благополучно адаптированы в жизнь, а у ненарушителей выживают только 20%. Недавний эфир программы «Время» показал выступление выпускника детского дома, который сказал, что из 30 выпускников 20 уже сидят в тюрьмах. Мы рады, что наши выпускники уже стали сами родителями и успешно справляются с родительскими функциями. И тем не менее, воспитатели детского дома продолжают их патронировать несколько лет. На территории Белородской области есть наши последователи. Так, например, детский дом абразивного завода, где директор Сафонова Анатолия Ивановна, Прохоровский детский дом для мальчиков под патронажем Муравленко. Но, к сожалению, это только эпизоды. Нужна законодательная база. И закон, безусловно, потребует финансовых затрат. Хотя эти затраты не сопоставимы с теми трагическими потерями, которые тысячи выпускников детских домов уходят в криминал. Когда? Государство расходует на содержание одного ребенка в детском доме 600 тысяч рублей в год. Но не для того же, чтобы затем содержать их в тюрьмах. Сейчас много говорят о том, что надо всех сирот передать в семьи. Но по статистике мы видим, что в семьи уходят дети до 11 лет. В детских домах останутся ребята, возраст которых 14-17 лет. Вот на таких детей нацелена в первую очередь наша программа подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, в основу которых мы положили труд. В чем же главная причина успеха? Главная причина успеха – это правильная и ясная постановка задачи перед директором детского дома и воспитателями. И не менее важная – надлежащий постоянный контроль за исполнением. Этого, к сожалению, нет в государственных детских домах, а должен быть жесткий контроль, как и везде и во всем. Как сказал полпредпрезидент РФ Александр Беглов, государство должно выполнять роль ответственного родителя по отношению к детям-сиротам. Уважаемые депутаты, поддержим этот призыв подготовкой и принятием надлежащих законов. Я приглашаю всех депутатов в соавторы. Продолжение следует...